Привет, дорогие друзья! Дорогие подписчики и гости канала Девочки и Куколки, с вами Марина. Сегодня мы будем шить вот такое платье-тунику из старых джинсов или из хлопковой ткани можно шить платье, кофточку по очень простой универсальной выкройке. Я покажу все подробно. У вас все получится. Оставайтесь со мной. Начинаю мастер-класс по пошиву платья для куклы Бэби Бон. В предыдущем видео я сшила вот такой сарафанчик летний. Взяла такую же ткань и попробовала сшить кофточку или такое короткое платье по очень простой выкройке. И сегодня я хочу с вами поделиться и сошьем из джинсовой ткани, из старых джинсов по выкройке платье. Конечно, как всегда, я выкройку вам в видео вставлю. Не будем с вами чертить размеры. Здесь все понятно. Выкройка есть по клеточкам, есть не по клеточкам. Поэтому все срисуете, остановите видео и срисуете. Насчет ткани. Не берите толстую ткань, вам будет трудно шить. Это у меня старые какие-то штаны, джинсы, тонкая ткань. Тянется немножко. Лайкры мало. Я не люблю, когда много лайкры и хуже изделия. Поэтому что мы делаем? Нам надо выкроить три детали. Вперед у нас будет как одна деталь, а сзади будет две детали. Выкройка дана с припусками на швы. Длину вы сами регулируете, если кофточка, значит короткую. Рукав это длинный рукав. Вы выбираете, платье у вас или кофточка будет с каким рукавом, такое сделаете. По этой выкройке также можно сшить курточку. Я сложила пополам. Прикладываю выкройку. И смотрю, насколько мне хватит... Так, смотрим. Насколько мне хватит сделать длину рукава. Впереди у нас будет вырез побольше, сзади поменьше. Вообще вырез вы сами, какой вам нравится, такой и делаете. И также длину. Поэтому обыкновенной ручкой я обведу... Вперед выкраиваем просто. А на спинке две детали. Мы оставляем здесь вот расстояние для загибчика. И, конечно, складываем лицом к лицу. Это не забываем делать. И выкраиваем. Получилось три детали. Вперед и две детали спинки. Первое, что мы делаем, нам надо сшить плечики. Складываем. Закалываем булавочками, иголками. Прошиваем шов. И его обметаем. Может быть, сделать на груди кармашек у платьицы. Это уже вы сами придумаете. Сшила плечики, обметала рукав и обметала полочки. Это сзади. Чтобы получилось все аккуратно, в данный момент я буду загибать рукав и отстрочу строчкой. Возьму яркие нитки и прострочу рукав. Только после этого буду сшивать бока. И, может быть, сделаю карман. Про горлышко. Пока можно еще подровнять, как вам надо, горлышко. Надо взять кусок ткани и попробовать, какую вы хотите сделать отделочную строчку. Я взяла толстые нитки. И они немного шелковистые. И вот так у меня получилось. Закалываем булавочками. И шьем по лицу. Также я на плечиках сделала шовчики отделочные. Чтобы платье было у нас более нарядное. На джинсе всегда красиво какие-то цветные строчки. Можно двойную строчку проложить. Все по вашему желанию. Второй рукавчик. Сейчас я буду прошивать второй рукав. Прошила боковые швы. И делаю примерку. У меня получается платье туника. Если вам кажется, что широкое можно в боках убавить, я убавлять не буду. Теперь обметаю здесь. И займусь горлышком. На этой кофточке я обработала косой бейкой. Вырезала по косой полоску. И вот так обработала. Пришила ее. А здесь на туничке я попробую другой способ. Точно так же я отрезала по косой ткань. Хлопковую, тонкую. И с одного края обметала. Почему я не хочу делать загибчик? Потому что будет толсто. Я так думаю. Ткань джинсовая. Это не ситец, как здесь. И попробую немножко по-другому сделать. Иголочками скрепляем и делаем шов. Пришили полоску. Утюгом надо отгладить. И снова иголочками закрепить. И сделать шов отделочными красными нитками. Горлышко я прострочила. Теперь хочу сделать фиктивный такой кармашек. Тоже строчкой. Для этого я взяла кусок бумаги. Вырезала из него кармашек. Приклею сейчас. И буду прошивать по контуру. Чтобы немного украсить. Двойной строчкой я сделал фиктивный такой кармашек. Осталось нам сшить сзади шовчик. И подогнуть. И кнопочку пришить. Так у нас платьица выглядит с изнаночной стороны. Соединяем две детальки спинки. И делаем шов до середины. Потому что здесь будет застежка, разрез, чтобы одевать куколки удобно было. Соединила две полочки спинки. И прошила отделочный шов. Делаем примерку на куколку. Оставляем обязательно сзади большой разрез, чтобы удобно было одевать. Пришиваем кнопочку или пуговичку. Выравниваем низ платья и делаем двойной подгиб. Также скрепляем иголочками и прошиваем красивую строчку. Я подшила низ платья и советую вам сделать это с наметкой. Тогда у вас получится аккуратнее. Я сделала на кнопке и сверху пришила пуговицу. Вот такое платье получилось. Платье туника по очень простой выкройке. Всем желаю удачного творчества и сшить такое платье или кофточку по этой же выкройке. С вами была Марина. Всем пока!